Воронежа прошла арт-скетч-лекция карты зыбкого мира о формате и смысле этого мероприятия по беседам с нашей гостью. Этим утром на студии Марина Демченко, художник. Марина, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за такая лекция необычная и арт, и скетч, все там. Мне очень нравится совмещать разные форматы, и сначала я провела лекционную часть про историю картографии, а после этого рассказала про свои авторские карты, и вместе со зрителями мы нарисовали каждой свою карту, которую потом мы сложили воедино, у нас получился большой целый мир. Ничего себе, ну картография, это все-таки такая сложная наука, да? Расскажите, пожалуйста, каким образом она увязывается с творчеством? Тема карт безумно интересна, я уже много лет этим занимаюсь и рассказываю об этом людям. Мне кажется, это важно для нас. Каждое время делает свой отпечаток на историю развития мысли человечества и на карты тоже. И поэтому, если мы будем внимательно смотреть на то, как в картах проявляется наша новая реальность, то мы сможем быть более внимательны к своей собственной жизни и к своему внутреннему миру. Мы будем учитывать, какая у него картография, где наш центр, где наша ориентация, где наши границы, как к ним бережно относиться и уважать границы других. И получается, что наш собственный мир будет в содружестве с миром внешним, и все будут жить хорошо и счастливо. Как глубоко вы копнули через карты. А вы учились где-то картографии? Я не училась картографии, я дизайнер-архитектор по образованию и работала художником, иллюстратором, дизайнером. Почему вдруг? Я очень заинтересовалась городом, историей города, локальным краеведением, урбанистикой. И получается, что интерес к архитектуре, к истории меня привел к теме карт. Это удивительно, конечно, но получается, такой у меня путь. Но это другие карты, они же отличаются от тех карт, которые действительно изучаются в картографии, где все четко, где все досконально. А здесь у вас дома нарисованы, ключевые локации. Это больше иллюстрации, знаете, вот атлас детский географический был, вот очень похожий, есть у меня такая ассоциация с ним. Действительно, это карты авторские, карты иллюстрированные, они отличаются от реальности, но я настаиваю на том, что эти карты тоже имеют право жить. И более того, мы воспринимаем пространство и реальность очень субъективно, эмоционально. Исторические улицы, типа как наш проспект Революции, для нас более важен, чем небольшая улица на Машмете. Это наше просто свойство восприятия. И я хочу проявить то, что важно в городе. Нам важны достопримечательности, исторические места. И нам важны места, в которых у нас что-то произошло в жизни. Мы здесь учились, мы здесь жили, мы здесь с кем-то встретились. То есть мы воспринимаем город не математически. Мы существа чувствующие, эмоциональные. И поэтому мои карты тоже эмоциональные и показывают мир вот таким. Класс. Давайте на примере поговорим. Вот мы вас знаем, как автора карт «Воронеж на ладони». Да, уже много лет этот проект существует. Расскажите, пожалуйста, о новых проектах, которые сегодня вы принесли к нам в студию. Потому что здесь не Воронеж. Да, здесь карта Свияжска, карта Бузулука, карта Петрозаводска. Все, кроме Петрозаводска, звучит как названия какие-то сказочные. Действительно. Я очень люблю интересные места, в которых есть своя история, свой какой-то вайб. Свияжск – это остров в республике Татарстан, рядом с Казани. Это остров-музей. На нем много монастырей, церквей, достопримечательностей. Это заповедник. И здесь музей выступал моим заказчиком. Но мы вместе обсуждали, что именно должно быть изображено на карте. И я отвечала за всю художественную сторону и использовала свою любовь к средневековым картам, чтобы обогатить эту карту деталями. А как же вы выше сказали о том, что любой город – это… Ваша проекция. Да, это, собственно, личная проекция. Каким образом вы создали проекцию Свияжска, если вы не были там? Я там была. Я там была несколько раз. То есть вы сначала изучаете? Да, конечно. Я там была несколько раз. И пока я работала над картой, я там жила 10 дней, потом продолжила работу здесь. Я исходила весь остров вдоль и поперек. Я делала пометки на бумаге, как настоящий картограф. Только потом я уже более художественно и смело подошла к композиции, к ориентации этой карты и к тому, как именно изображать достопримечательности, чтобы они были понятны людям. И стилистика карты, цветовая гамма – это все исключительно мой выбор. И это относится к моему видению этого места. Как отреагировали жители города? Жители этого острова, они существуют рядом с музеем, и там получается интересная у них история. Кто-то работает для музея и на туризм, кто-то пытается жить своей жизнью и растить кур, например. Поэтому не знаю. Но дедушка, который проходил однажды мимо моей траектории, он лично саму меня очень заинтересовал, потому что он похож немного на святого. И мне кажется, он одобрил то, что я делаю. Марина, надо сказать, что вот здесь на карте изображены, например, среди летательных аппаратов, как самолеты, так и скатерти, ковры самолета и жар птицы, и какие-то летучие корабли. Это ваша фантазия, я так понимаю? Это такой вот элемент заинтересовать публику? Что вы, это настоящая реальность. Когда ты находишься в этом месте, ты понимаешь, что история и настоящее существуют одновременно, что над нами пролетают и самолеты, и в то же время какие-то необычные объекты. И для меня как раз карта отражает одновременно и то время, и другое. И помогает нам самим понять, где мы сейчас в этом пространстве и в этом времени. Но здесь упор на что был сделан в Свияжске? Что надо обязательно? Вот заказчик вам сказал, какие обязательно объекты должны быть отображены? Конечно, это все монастыри, все музеи. В каждом из них, я побывала с большим интересом и радостью. И я обозначила все улицы, и еще внесла сюда вкрапления в виде каких-то домиков важных для меня, в виде животных, которые стали обитателями этой карты, и в виде выдуманных сюжетов, типа каравана из верблюдов и машин, которые паркуются на парковке острова, прежде чем подняться наверх и исследовать это сказочное место. Но была какая-то редактура? Или все понравилось, все устроило? Ваш взгляд полностью определили? Это был замечательный пример заказчика из России, когда было полное доверие мне как автору, и это для меня была прекрасная коллаборация. Марин, ну это рабочая история или это все-таки какой-то визуальный эффект? Потому что как человек прагматичный, да, я понимаю, что здесь масштаб другой, здесь пропорции другие, и пользоваться это как картой пройти, ты не понимаешь, что улица, она там два километра, здесь она нарисована, там два дома всего. Я приглашаю этой картой вас стать фантазером, немножко по-другому посмотреть на мир и сориентироваться на местности. Вот вы оказываетесь на парковке, вот вы видите один объект, видите другой, видите перспективу улицы Успенская. Ну, направление, тут это направление, скорее всего. А дальше вы становитесь уже не просто единицей на карте, то точкой, вы становитесь исследователем и соавтором этой карты. Как здорово. Ну а здесь, мне кажется, главная задача это заинтересовать, действительно, а уже какие-то подробности, это уже по ходу дела. Так, по поводу Свияжска понятно. Бузулук, это что? Бузулук, это небольшой, но очень... Тут вообще одни домики. А вы как думали? Это столица деревянного модерна. Этот стиль в Бузулуке является особенным. Его сейчас изучают историки, исследователи. И город очень небольшой, но в нем столько этой прекрасной фактуры, одноэтажные, деревянные, модерновые домики. Конечно, они нуждаются в защите, они нуждаются в интересе зрителей, в поддержке людей. И моя коллега, исследователь, городская активистка Анна Мельникова предложила сделать такой проект. Она пригласила меня в Бузулук, и я уже там на месте исследовала этот город. И мы сделали карту, которая будет рассказывать и пропагандировать то, что очень важно обращать внимание даже на маленькие города, на одноэтажные деревянные домики и уважать их ценности. А он действительно такой правильно построенный? Улицы четко параллельные, перпендикулярные? Он действительно такой? Да, это регулярная планировка города. Это, правда, не весь город, это центр, где сконцентрированы исторические домики. Да, все. То есть не заблудиться? Не заблудиться. Наш Воронеж, конечно, немного отличается от такой планировки. Давайте вспомним родной город. Да, мы знаем, что у нас были разные периоды развития города, и кое-где у нас есть регулярная планировка, где-то она поддается ландшафту. Особенно, конечно, мне нравится, как улицы становятся лабиринтами в низах, в частном секторе, ближе к водохранилищу, и очень нравится теряться на этих улицах, соединяя в своей прогулке как маршруты по ровным улицам, так и по небольшим улочкам. Улочки и дома какого города следующими станут в вашей фантазии? Несколько потенциальных проектов у меня появляются, но пока это все сложновато воплотить. Но вообще я мечтаю когда-нибудь собрать карту мира, в которой будут проявлены самые важные для меня места, самые особенные, самые сказочные, в которых люди делают мир лучше, созидают, ценят историю, ценят других людей и занимаются искусством и творчеством. Есть у меня такая мечта. Ну, вам придется весь мир проехать. Да, непростая задачка будет. Марина, вы еще не рассказали об еще одном проекте «Радиус памяти», он называется, тоже привлекает наше внимание. Расскажите, пожалуйста. Да, это карта Петрозаводска, это карта аудиоспектакля. Его сделала моя подруга Ольга Ковлакова, она драматург, и она исследовала город и записала аудиоспектакль про персоналии, которые жили в этом городе, про историю его. Он очень музыкальный. И по этой карте можно ходить, слушая аудиозаписи через QR-коды, и узнавать этот город лучше. Кстати, я туда скоро поеду, и там тоже, надеюсь, сделать художественный проект. Ну, а скажите, пожалуйста, мы выслушали вашу сторону, и она очень привлекательна для нас. А вот обратная связь, которую вы получаете, насколько действительно люди это понимают, принимают, или действительно существует другая сторона, более рациональная, которая говорит о том, что, ну, все это забава, а вот где же, собственно, практическая польза. Вы знаете, я вижу людей, которые смотрят на мои карты и удивляются, в них просыпается какая-то энергия, и они говорят, ничего себе, так можно смотреть на город. Неужели он правда такой? Находятся иногда скептики, прагматики. Но я вижу, что чаще всего они тоже готовы вовлекаться в игру и смотреть на реальность более живой, с большей фантазией, чем мы привыкли. И мне кажется, это здорово. Да, это действительно здорово. Спасибо вам огромное за ваше творчество. И желаю вам, чтобы действительно таких карт снялась больше, и как можно скорее вы создали эту карту мира, которая позволит нам посмотреть на действительность иначе. И ждем вас в гости именно с этой карты. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Напомню, в студии была художник Марина Демченко. Ну, а мы продолжаем встречать это утро вместе.